Сейчас мы селимся. Сейчас он селится и на канале А сейчас мы селимся. Жене каждый день. Я селимся и уменьшаю. Сейчас мы селимся. Мы селимся. Семесячно. Мы селимся. Мы селимся. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Рахмат, слушаю. Добрый вечер, уважаемые наши слушатели. Рад быть в эфире с вами, общаться и готов с вами побеседовать, отвечать на нужные вопросы, чтобы быть полезным для вас. Хорошо. Тогда, если вы не против, мы начинаем нашу высоту. Да, давайте. Дорогие друзья, сегодня я задаю вопросы. И, имя Аллах, Саид Муратака отвечает. У нас первый вопрос. Кто, на самом деле, Саид Муратака была? Кем он является прежде всего для себя, для семьи и для общества? Я на самом деле себя считаю просто, жизнь так сложилась, как по профессии я бизнес-наставник. А по жизни, я просто, мой принцип жизни, быть полезным человеком. Если, как человек, посмотреть, быть полезным человеком для того, чтобы каждый минут своей жизни провести в пользу. Особенно, то есть это означает, что я никогда рот не открываю, даже ничего не говорю, если это не принесет кому-то пользу. Хотя бы либо в этой жизни, либо в будущей жизни. И ни одну минуту свое время я не трачу просто так, чтобы просто чем-то заняться или что-то. Или, скажем, любое действие, которое я совершаю, оно должно принести пользу. То есть, чем я руковожу своей собственной жизнью, это свою жизнь прожить полезным. Быть полезным другом, полезным человеком и так далее. Вот, себя я считаю таким человеком, таким именно человеком, который всю свою жизнь хочет вкладывать, чтобы быть полезным. А если иногда кто-то мне о чем-то разговаривает, то, что вижу, что не стоит, я аккуратно ухожу от разговора и уйду, заканчиваю, уйду. У меня есть такой стат, который написал для себя. Нельзя просто так разговаривать, надо о чем-то договориться. Нельзя просто так встречаться, надо вести переговоры. То есть, любая встреча должна быть, какая-то польза должна давать. На выходе, на выходе, от этого встречи должно быть какой-то результат, какой-то продукт. А если этого не будет, лучше встречаться не надо. Лучше не стоит ни встречаться, и не стоит даже ни о чем разговаривать и так далее. Поэтому вот, кто я себя читаю, именно как человек, быть полезным. А что касается для общества, кто я, я себя читаю для общества, похоже, как слуга народа. Почему? Потому что я всю свою жизнь посвящал служению. И я читаю, что это меня вдохновляет, и это мотивирует, помогает. Мне помогает больше, когда вижу, что кто-то посвящал мои семинары, тренинги, получает пользу, а из долгов вылезает. Или у кого-то там семья укрепляется, или у кого-то был на разгар разводов, и у него восстанавливается все, разногласий уйдет. Или там кто-то приходит мне и говорит, наставник, благодаря вас у меня свой собственный бизнес появился, и так далее. Это мне хорошо удается, легко удается это. Поэтому, например, люди разные же, у кого-то легко удается быть врачом или кто-то. Мне вот это легко удается вдохновлять людей, помогать людей, помогать им найти свою сильную сторону. Вот это мне хорошо и легко удается. Если сказать, что я как человек для общества, как я себя читаю, именно вот таким. Поэтому я очень глубоко верующий, я себя читаю, что я должен всю свою жизнь отдаваться служению, всевышнего служения людям. Я посвятил свою жизнь этим, и так я это делаю, а это меня радует. Это меня радует. Иногда это, можно сказать, не то, что устаешь. Иногда от того, что это, иногда встречаешься даже с трудностями, неблагодарных людей тоже встречаешь по пути. Такое бывает. Но это нормально. Это естественно, оказывается. Просто, значит, если я выбрал служение, просто это я делаю ради довольства Аллаха. Потому что довольство людей добиться почти нереально. А вот довольство Аллаха, это очень хорошо. Он на него и работает. Я виртуально познакомился с вами около 5 лет назад. И я, когда преподавал в Университете мировой экономики и дипломатии, всегда настаивался, чтобы мои студенты посмотрели все ваши видео в YouTube. И я благодарю, что вы делитесь своими знаниями в интернете, в YouTube. Я вот от имени всего нашего народа и народа в Центральной Азии хочу поблагодарить вас, что вы делитесь с очень ценными экспериментами и знаниями в интернете. Хоп. Саймуратаке. Марк Твен когда-то сказал, у тебя два самых важных дня в жизни, в своей жизни. Это первый день, когда ты родился, и второй день понял, зачем. Вот я очень люблю хадис нашего пророка, Мухаммад саллах алейху ассалям, кто познал свою душу, тот познал своего Господа. У меня вопрос, когда познал Саймурат Довнат в самом себе, и когда он знал, зачем он родился именно в Центральной Азии. Спасибо. Очень хорошо сказали. Действительно, то, что сказали, очень действительно так и есть. Я в Марк Твене тоже прочитал то, что вы сказали. Действительно, эта фраза такая есть. И наш пророк сказал, саллах ассалям, это действительно так и есть. Но я добавлю к этому еще такую вещь. Из опыта добавил такую вещь, что я пользуюсь. То есть мы кушаем, мы умеряем, мы спим. Похоже на них. Мы тоже рожаем детей, у нас животный инстинкт существует, самосохранение есть и так далее. Вот это первый день рождения происходит само собой. В этом нет заслуга человека. Это вот Всевышний дал жизнь, ты родился. А вот второй день рождения, когда человек понимает свою миссию, свое предназначение. Когда он понимает, что, вот как пророк саллах ассалям сказал, познал свою душу. Или как Марк Твен сказал, тот день, когда ты понял, например, зачем ты живешь, смысл. То есть вот этот день, вот это я назову второе рождение. Почему? Как второе рождение? Потому что жизнь человека наполняется смыслом. Именно вот этот второй день рождения, человек рождается как человек. Внимание, до этого как полуживотный был. А вот после этого рождается как человек. Потому что вот этот человек никогда не умрет. Аристотель умер, его тело давним-давно, но его трудение умрет. А Витцена умер давним-давно. Мархайям умер давним-давно. Если взять любой, наши пророки и так далее. Это что означает? Это означает, что вот этот второй день рождения делает человека бессмертным. Ты видишь за пределами смерти, как человек рождается. Как человек. А человек не умрет. Умрет тело. А человек не умрет. Вот что я понял в своей жизни. Надо успевать рождаться как человек. И третий день рождения, что я понял, когда начинаешь понимать и начинаешь жить в соответствии своей духовной ценности. Например, вот как вы думаете, каждый мусульманин живет так, как 100%, как Коран не сказано, разве? Разве каждый хрестанин живет так, как сказано в Библии? Это не всегда удается. Вот это третий день рождения, что я понял. Правда, третий день рождения в этом году сам понял. Вот в этом году понял. Когда ты начинаешь полностью жить в соответствии своей духовной ценности и моральной ценности. И ты соблюдаешь их во все параметры своей жизни. Я не говорю, что я так живу 100%, но я к этому стремлюсь. Это нелегко, правда. Честно скажу, это нелегко. Но это возможно. Я просто хорошо понял, что если человеку удастся это попробовать для себя сделать правило так и начать так жить, это даст ему огромный-огромный потенциал роста. Это вообще чудесно. Вот с тобой происходит чудо. А вы меня спрашивали, когда со мной это происходило? Я скажу вам, когда. Это происходило со мной в 2000 году. В 2000 году. В самом сердце я чувствовал, что мое призвание, наверное, быть действительно наставником, бизнес-наставником. Я это точно понял. Поэтому я могу выступать по 12, по 15 часов вообще не уставать. Потому что когда человек делает то, во что его воля Аллаха, ты не устаешь. Ты в этом потоке энергии. Ты в этом потоке. Ты наоборот, как генератор бывает, как аккумулятор, который заражается машиной. Если машина заведет, она же не заканчивается, наоборот, заражается. Я такой человек. Чем больше я работаю именно в этом направлении, тем больше себя чувствую вдохновленным. Потом, почему я это понял? 2009 год был, да. Какой-то момент или 10 год был. Я думал, ладно, перестану вот это читать лекции. Все, не надо. Я займусь своим бизнесом. Мне вот странным образом. Я оставил, как тренер выступлений, просто оставил. Я начал заниматься 9 месяцев, не тренингами, 9 месяцев. Питался заниматься бизнесом. И у меня один за других пошло все назад. Долги сверху. Друг на друга, друг на друга. И так далее. Я не могу понять, почему. То есть, получается, что я оставил то, во что было волей Аллаха. Я начал ради материальности пойти заниматься то, что чтобы... Потому что у меня было много долги и так далее. Я хотел избавиться от долгов. Я начал больше времени отдаваться именно вот этим построениям бизнесов и так далее. А наоборот. У меня хуже, хуже, хуже. Ничего не получается. Странно. Не могу понять, почему. Не получается. Я обратно потом вернулся и параллельно начал делать и тренинги, параллельно и бизнес. Как я начал параллельно это делать, у меня дело пошло вперед. До сих пор это так. До сих пор это так. Если я полгода, например, или три месяца, или четыре месяца вообще перестану заниматься тренингами, наоборот, что-то происходит в моей жизни, опустошение происходит. И на место того, чтобы бизнесы укрепились, наоборот, слабе станут. Поэтому я делаю то, во что есть воля Всевышнего. Я делаю то, во что я чувствую в своем сердце. Странным образом. Меня нет в бизнесах, а бизнесы растут. Бизнесы просветают. Потому что я делаю свое. Когда человек делает свое, он полезнее сама жизнь вознаградить его. И я начал как построить 24 компании. Я просто понял, что моя миссия заниматься обучением, помогать людям. Я начал фокусироваться на это. Заработанные деньги вкладывал, открывал бизнесы и создавал сильную команду. И помогали им, обучал их. И помогали этим людям расти. То есть я находил на каждом бизнесе того человека, который Богом дано ему талант в этом бизнесе. То есть я убежден в этом, что у каждого человека талант дано от Всевышнего. Но талант дано у всех как семена. Но его надо выращивать в себе, развивать путем трудолюбия, путем образования, путем дисциплины и так далее. Поэтому на ваши вопросы, я надеюсь, что ход долго ответил, но правильно ответил. Я когда-то посмотрел ваше одно видео. У вас очень тяжелый путь к успеху, по-моему. Можете коротко рассказать о себе, о своей прошлой жизни. Хорошо. Две минуты расскажу. Я родился, 10 ребенок в семье. 10 ребенок в семье. Мне было годы, когда отец умер. Я родился в семье пастуха. Мой отец был пастух. Мама была колхоза работала. Но моя семья была в селе Таджикистане. В селе родилась. А кто? В те времена, у кого было стадо, они были в селе. У кого там в селе? Но вы были в состательной семье родились. Я родился в очень состательной семье. Но, конечно, после смерти отца, в 20-х годах гражданская война и так далее, и так далее. Соответственно, многое изменилось. Все то, что от отца осталось до этого времени, заканчивалось, конечно, понятное дело. И я в 95-м году приехал в Душанбе, поступил, стал студентом в три вуза, но не мог учиться. Почему? Потому что была трудные времена, гражданская война, и деньги поменялись, денег нет и так далее. Я бросил три вуза и не учился. Уехал в Россию, чтобы работать гастарбайтером, чтобы зарабатывать, вернуть учиться. И вот получилось, что я уехал в Москву как гастарбайтер. Первые полгода жестокая судьба. Меня судьба испытывала очень сильно. Я даже некоторые ночи ночевал на улице. Я ночевал иногда на крыше каких-то домах или в кордонах и так далее. Я помню, в фильмах есть это показывать. Потому что это было реально, как есть, как и было. Были моменты, когда иногда там в подъездах пришлось ночевать и так далее. Но полгода где-то очень было сложно, пока я начинал чуть-чуть русский язык понимать. Потому что когда туда поехал, я вообще не понимал русский язык. Никого не знаешь, русский язык не знаешь, денег нет. Ни у кого помощи попросить и так далее. Только упываешься на Аллаха и все, двигаешься вперед. И потом я первые полгода черно работник, русский и так далее. И я понял, что таким образом изменить свою судьбу я не могу. Я просто это точно осознал. Я просто в школе хорошо учился. Я отлично учился в школе. У меня только, кстати, одно русский язык четверка. Потому что в селе, где я вырос, другие нации не были. Детский стадика не было. Поэтому я тогда понял, что я никогда не буду тяжелым работом работать больше. Тяжелый физический труд, это путь никуда. Я отказался от этого все и начал сначала торговать зеленью, овощи и так далее. По чуть-чуть накопил деньги и на заработанные деньги ходил в тренингах. Я зарабатывал и ходил. Грузчиком работал или там эти работал. Зелень продавал, чуть-чуть такое. Подрабатывал и ходил на тренингах. В 96-х годах я ходил на тренингах. В 97-х годах. В тех годах я платил за тренинги стоимость одной квартиры в день. Понимаете? В Таджикстане стоили квартиры 450 долларов, 500 долларов в двухкомнатной квартире. Так и стоили. Например, я помню, что 100 долларов было 625 рублей в 96-х годах. 600 рублей. То есть 100 долларов, 625 рублей по курсу был. И я помню, что я ходил на тренинг, который стоил 3000 рублей в день. Это около 500 долларов. А помню, что в трехкомнатной квартире купил мой двоюродный брат Худжанди. В трехкомнатной квартире он купил за 650 долларов. В двухкомнатной квартире стоили 450-500 долларов. Я ходил на один день тренинг. Я иногда, даже если не хватало, попросили. Там был парень, Азербайджан был, Азер звали его. У него были контейнеры, которые семечки, где я грузчиком работал в самом начале. И иногда у него долг брали. Я помню, до сих пор один тренинг был 8000 рублей. Это почти 1200 долларов. В тот год я помню, что Душанбе, другой мой двоюродный брат, пятикомнатную квартиру продал за 1300 долларов. Представляете? А я хожу на тренинг, который стоит 8000 рублей. Понимаете? Я помню, что у меня не хватало денег. Это Азербайджан сказал, немножко дай долг. Он сказал, куда пойдешь? Я сказал, я хочу пойти на тренинг. Он сказал, зачем тебе тренинг? Ты что, с ума сошел? И самое интересное, я ходил на эти тренинги. 29% я не понимал, о чем они говорят. Потому что я на русском не понимал. Я платил. Я платил. Я сидел, смотрел. И просто мольче старался хоть что-то понять. Я иногда ходил в туалете, плакал от боли. От боли за то, что не понимаешь, что они говорят. От боли за то, что почему моя реальность такова. Но я понимал одну вещь. Я на правильной дороге. Вот что я понимал. Я понимал, что за свое будущее надо платить. Я платил не за тренинги. Я купил свое будущее, другими словами. Постепенно это все изменило мою жизнь, мои ценности. Я начал торговаться. Потом я начал заработать деньги, потихонечку, недвижимости вкладывать. Недвижимости начали подниматься постоянно. Я начал купли-продажи, недвижимости делать. Постепенно, постепенно. Потом параллельно я учился. На психолога учился параллельно. Международная академия гуманитарной естественной наук. Академия Щербатова. Я там учил. Потом параллельно я начал, как начал параллельно учиться. Параллельно начал работать институт Нарбекова. Как преподаватель, как тренер. Потом постепенно, постепенно. Вот так и вырос моя жизнь. Так и ушло. 27 лет с помощью Аллаха и Астал Финансу Свободным. 28 лет первое банкротство. 29 лет снова чуть-чуть поднимался. 30 лет жестоко банкротство. И долги, и сложности. Я был в долгу 174 человека. Еще в четырех банках. Около 3 миллиона долларов были долги. Я привел одного американца в Среднюю Азию. Он продвигал инвестиционные программы и так далее. Люди вкладывали в его все. И это все потом... Он жил в Украине. Его в Украине как-то забрали все бизнес. И это все попало на мои шеи. Долги брать. Бизнесы наладить. Но не получилось у меня ничего. 13 разных проектов я начинал. Один за других заканчиваются новые долги. Детская клиника открыла в Караганде. Заканчивались новые долги. Химчистку открыла в Астане. Заканчивались новые долги. Алматы гостиницы открыли. Заканчивались новые долги. Типография открылась. Заканчивались новые долги. Что бы я ни делал, приходится заканчиваться новыми долгами. Я тогда начал понимать, что у меня как-то баракат ушло. Как-то вот не получается ничего. Я просто до этого начал думать, что это виноват там партнёры, виноват ещё кто-то, виноват кто ещё. Потом я помню, я сажал перец. Я сажал перец, 40 гектаров перец. Опять долго занимался, перец сажал. Ещё кунжит сажал, 100 гектаров. С одним партнёром долг занимал, кунжит сажал. С другим долг занимал, перец сажал. И тот год, когда перец надо собрать, всё готово. перец надо собрать или представляете резко таджикистане жара такой бывает оказывается за 500 лет один раз за 500 лет один раз и как будто специально тот год давлату сажал перец на тебе и тут мой партнер который пересажали он оказывается не знал как это ухаживать я не специалист за это он днем поливал на это это все испортилось это все оказывается днем поливать не надо было наказав вода превращается как кипяток пока сверху ореха дойдет до конца жара же 60 градусов жара и это вода испарялась и весь перец земля превращаться черви вообще все его когда прихожу смотрю вот это у меня в душе плачет я думаю аллах почему так за что бы я не возьмусь заканчивается новыми проблемами почему моей жизни так а потом я хорошо по надо начинать от самого себя я начали изменить себя обо всем я кардинально изменить коране с такой 40 где говорится что мы не изменим ваше положение пока не изменится сами я начал очень тщательно каждый день читать коран каждый день стабильно каждый до сих пор протяжении степени годы я держал 9 месяц пост 9 месяц держал пост просто начинал с того дня тренировку я держал пост не только ради того что отказаться объедили отказаться чего-то я просто хотел изменить свое сознание изменить себя по полной программы это что означало это означало что я отказался от все плохие мысли я держал пост что мой язык никогда не говорит что люди приходили провоцировали меня ругаться со мной а я всегда напоминал себя ты держишь пост путь спокойно они ругают меня они мошенникам называют они какая-то критикуют меня я на них смотрю отеля говорю извини пожалуйста скоро тебя там пожалуйста дай мне время а это мне помогло внутри расти спокойно она меня воспитала меня внутри очень мощное спокойствие и я так воспитывал себя именно так и воспитывал себе иногда море проблем а я спокоен почему потому что это все меня усиливал мой внутренний мир внутреннюю сила давал это все мне двух тысяч четырнадцатом году я закончил все долги двух тысяч на самом деле все долги с помощью аллаха алхамдуллах закончил все долги но в это время уже мне были определенные бизнесы которые через доход их я начинал оплатить и так далее и вот сейчас алхамдуллах 21 год и у меня 24 компании которые работают успешно алхамдуллах я строю бизнес и помогаю многим людям я занимаюсь очень много благотворительности и строю мечети строю я учу школьникам которые пятерки мы учатся им оплачивают как ступендию почему потому что я верю в том что я хочу чтобы просто эти люди не мечтали пойти и стать гастабайтером как я когда-то или мечтали что я вирус тут станет им я хочу не в голове закладывала что ум не быть выгодно умом можно зарабатывать я вот эту идею хочу закладывать их сознание пять лет я отдал только своем школе где я вырос с цели пять лет посмотрел как это результат дает потом два года отдал по всему району 64 школе и после это потом коронавирус начался пандемия начался потом я начали это просто направить в другое русло то есть эта сумма которую я всегда закат и так далее я начал потом направлен на другое русло того-того надо было помогать и так далее нашим гуджирам очень много гастарбайтер у нас которые были семьями которые период пандемии очень было трудно им туда надо было отправлять поэтому вот вот так начало поэтому эта программа сейчас я потихонечку скоро 5 запускаю я верю в том что надо вкладывать в талантливых ребят надо поддерживать талантливых ребят я этому верю я глубоко убежден в этом что вкладывать в образование людей вкладывать в талантливых ребят сами добрые дела этого очень верю вот это коротко мою историю меня бизнесе 24 компании они за станет узбекистане и кыргызстане и таджикистане и сейчас америке потихонечку тоже делим я не такой крупный бизнесмен как решили усманов и другие но когда-нибудь стану славный дерево сажаешь когда-нибудь превращается в лес правильно же это вот знаете мне такой приз не имеет значение где ты сейчас это очень большое значение иметь куда ты направляешься прямо сейчас на стене окей спасибо да вы вот в кризисе или когда вы были очень в большом долге вы открыли себе какой-то закон успеха по моему потому что я прочитал вашу книгу три года назад стратегии мышления бедных и богатых людей тогда вы вот по моему рассказали вот 40 разность между вот бедным и богатыми людьми а вот как вы поняли как вы познали вот я думаю что бог аллах посылает каждый день возможность изменить себя и нашу жизнь но да притворимся чтобы не замечать их вот что вы как какое послание вы можете сказать зрителям которые вот смотрят нас чтобы они изменились сразу сейчас да да очень очень хорошо когда попал в эти ситуациях процесс свою работу я сначала думал что только у меня такой я сначала так думал потому что когда начал много работы над собой начали работать над собой я начал видеть что разница есть между двумя мышлениями то есть взгляды разные один видит так другой видит так например один видит при проблему 2 видит возможность я думал сначала я такой вот что-то у меня в голове так вот потом я начал это все все изучая изучая смотрю у массовый народ так первая книга когда то есть первый час стратегия мышления богатые бедные два часа первый час когда написал там 32 категория разница 20 32 категория второй часть еще не вышел второй час как выйдет тренинг вышел их 50 56 категория сейчас дальний момент 56 категория я дальше работаю над этом направлении я работаю постоянно консультирую увижу увижу и так я же видел огромное количество людьми консультировал после это вот все начинается именно от мышления внимание обратите глаза человека видит то то что способен я прошу прощать что-то не так этот а Спасибо. Спасибо. Сейчас слышно? Да, да, да. Внимание обратим. Например, глаза человека видят то, что позволяет его ум. Поэтому люди могут смотреть на одну и ту же ситуацию, но видят разные вещи. Кто-то видит возможности, а кто-то видит барьеры. Например, я сейчас привяжу два примера, очень легко. Они говорят, посмотри, где нет. Посмотри, если у тебя нет тага или амаки или кто-то, как это делать? Посмотри кризис, посмотри конкуренция, посмотри того. Видите, да? なるほど. Угу. Ну. Угу. Если вам нравится, скажем, машина, скажем, Chevrolet, лет вы по на улице видите чаще шевроле замечаете другого не замечаете если вам нравится машина белого света вы часто заметите белого света мозг начнет внимание на что вы фокусируетесь понимаете и это станет больше и больше вашей жизни теперь смотрите как думают мышление богатых людей богатые мыслят категориями возможностей они видят эту препятствие то есть они видят у них есть какая-то идея как это это они начнят за это сломать хоть маленький возможность но держаться за него они видят в любой проблем категория мышления богатых людей они видят проблему они думают созидающий мышление нет как я могу повлиять на эту ситуацию как я могу изменить эту ситуацию посмотрите бедные люди мысли категориями проблемы и воспринимает это факт они говорят это же правда это же хакикат это же факт а у кого богате мышление он это смотрит эту проблему и думает как можно повлиять на это как я могу воздействовать на это соответственно он начнет фокусироваться искать возможностей то есть им коньяк хоть маленький возможность и а когда он начнет а вот это маленький возможность хоть один шаг дела что-то какое-то действие совершат действие влияет на ситуацию и начнет реальность меняться получается что бедные люди мыслят категориями ожиданий богатые люди мыслят категориями воздействие создающие мышление у них создаешь а не создают они создают и они меняют ситуацию они влияют на ситуацию например еще два-три пример привяжу бедные люди мыслят категориями что как будто изменить внешнюю ситуацию мне не по силам они думают внешнюю ситуацию изменить якобы это нереально люди наоборот они начнут изменить себя кем мне надо стать чему надо знать что надо мне уметь чтобы повлиять на свою на свою жизненную ситуацию вот таким образом а то есть действует категориями изменения как как повлиять они они ищут способы они думают искать способы их не фокус направлен на это когда фокус внимание направлен на поиск поиск возможностей обязательно порядке вы его найдете или например друг другой бедные люди мыслить категориями нехватки они всегда думают до нехватки одна из самых сложная категория мышления бедных людей это мышление нехватка они постоянно думать до нехватки им не хватает то деньги им не хватает здоровья то им не хватает внимания то им не хватает понимание то им не хватает любви то им не хватает время им постоянно что-то не хватает потому что ими у кого-то же его больше нету правда у всех 24 часа время независимо от того у вас там 15 или 50 лет или 30 лет даже у них все не хватает постоянно а богатые люди что мысли мысли категории изобилие они начали искать источники которые не заканчиваются никогда например я точно могу уверенно сказать что деньги никогда не заканчивается я могу это уверенно сказать а почему потому что источником денег источниками это мысли мысли это мысль который создает услуг это мысль который создать продукт это мысль который решает проблемы других людей а массовый народ и всегда будут проблема источником денег это мысль деньги это есть конечно и обмен любого продукта любого продукта вот эта мысль этот телефон это мысль это мысль а мысли любому человеку дано способности думать только вопрос о том какие мысли у человека в голове только вопрос о том какой категория мысли у него в голове какие мысли он выбирает какие мысли он выбирать сам чтобы он мог чего-то новое принести свои жизни вот поэтому если вы когда-нибудь у вас в руках попадает вторая книга стратегия мышления богат и бедные вы очень много найдете там в общем дан данный момент 54 категория мышлением богат и бедных людей мы находили сейчас данный момент 54 а дальше наверно еще будут больше аллах даст жизнь продолжается же нетерпение мы ждем еще а я полностью согласен с вами когда-то вот имам азам рахматуллах али своему ученику вот аллаху ибн мубарик сказал изменить твое твое мышление да изменится твоя жизнь он так вот по моему некоторым неизвестно что вы когда защитили свою диссертацию вы сказали что каждый может стать миллионером или богатым да 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 вот люди не верили которые вот перед вами стоит да 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 у вас защита а вот людям сейчас зрителям очень интересно вот на что вы опираетесь чтобы сказать это вот увереннее такое слова такие слова я скажу сейчас я защищаю там доктор экономического развития такой были у меня защита доктор экономического развития то есть это это ма это не вааке а маки макет международный аккредитационный комитет который при юнеска я защищаю москве доктор экономического развития и тут я презентовал модель счет управления семейный бюджет который я разработал связь нормально да связь нормально меня слышно у нас вот азан чистят поэтому хорошо вот получается что я как раз я презентовал вот этот модель управления смене бюджет то что разработал я показывал и рассказал что кто соблюдает вот эту стандартную систему управления смене бюджет при любом доходе со временем эта система приведет его к финансовую стабильность а когда у него появляется финансовую стабильность у него появится шанс стать богатым и тут мне несколько профессора были они мне задавали вопрос давлад в но разве каждый кто могут это практиковать на богате но это же нереально тогда я сказал так знаете вопрос неправильный алига почему я сказал вопрос похож на то что разве каждый ребенок который школа ходит стали академиком или профессором каждый же не станет профессора никто мы своих детей отвезем среднюю школу потому что мы хотим чтобы они были образованы мы хотим чтобы они были образованы а потом станет ли он академиком или профессором это дальше от него самого зависит я сказал что моя система разработана для того чтобы любой человек имел финансовую стабильность если он захочет это соблюдать если он практикует эту систему а дальше будет ли он стать миллионером или богатим или нет зависит от него самого но самое главное у этого человека шанс есть точно потому что эта система соблюдать до этого доведете его поэтому любой кто меня сейчас лишит я скажу по поле программа уверенно почему потому что я тогда да это защита у меня с собой было более десяти тысячи список людей я поговорю посмотрите огромное количество людей которые семьями практиковали частично кто-то кто-то полностью ну кто как смог но у них есть результат если эти люди делали получилось результат ну значит любой могут делать пожалуйста поэтому я уверенно скажу что кто практикует система которая разработал модель с чего-то управление смене бюджет при любом доходе абсолютно при любом доходе он достигает финансовую стабильность и со временем дойдет до финансовой свобода и он может богатый стать богатый могут стать любой и сами интересны вот что я понял точно богатым стадии это несложно богатым стадии намного проще чем мы думаем а сложнее всего это быть реализованным человеком 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 стать трудно ученым стадии легкого профессионалам стадии несложно самое трудное стать человеком который живет во все области своей жизни стать человеком который подчиняется своей духовной ценности вот это мне оказалось самая трудная вещь в мире это правда у меня вот такое понимание что за каждым успешным человеком стоят великие наставники да расскажите о ваших наставниках как вы учились какие трудности у вас были да когда мне было восемь лет мама отдала мне наставнику да 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 у меня очень свелик мыслителя я изменился очень кардинально я много читал книги и так далее благодаря того что он научил меня ценить время научи меня ценить и не именно бороться я школьные годы много работал именно решал огромный колес математической задачи так далее он на мою жизнь очень большой вклад внес это правда а потом когда я вырос и уже это уехали с таджикистана и так далее моей жизни вклад внес на закрылся на бежен арбеков его встреча со мной очень вклад внес потому что я понял что именно уверенности в себе именно вдохновение это мне очень сильно помогло а как финансовую сторону человек который кардинально менял мое финансовое мышление это бодо шефер бодо шефер внес у меня огромный вклад мое он ломал всю мою финансовую программу потому что я был воспитан по-другому абсолютно другой человек моя парадигма изменилась моя парадигма то есть точка зрения именно встреча с бодо шефером потом во мне очень большой влияние вклад то есть влиял стивен ковер стивен ковер это один из величайших наставник который на меня вклад внес огромные изменения встреча с ним общение с ним и так далее же постоянно вкладывал ездил консультироваться у разных успешных людей и это правда потом это большой вклад внес это то есть встреча с ним консультация с ним принес хорошие изменения я научился благодаря его консультацию научился управлять двадцать четыре компании потому что у него четыреста пятьдесят компаний значит кому надо спрашивать надо спрашивать того кто это делает правильно же надо пойти спросить того кто это умеет делать вот и правда еще один человек моей жизни очень большой вклад внес это роберт флетчер хотя он загонял мне куча в долгах он создал мне много проблем я пережил очень много жестокий период моей жизни он был причина все этого но я его воспринимаю как наставник почему потому что я вообще читаю наставником всех кто внес моей жизни вот положительный ход отрицательные изменения но они изменили меня они заставили меня стать умнее поэтому вот так у каждого человека героя у каждого героя есть наставник такова вся история история жизнь у каждого героя если например посмотрите возьмем любой сфере да давайте возьмем наука наука любой ученый который говорит али черновое у него был есть основник анюза Джоми правильно ли добейк у него был наставник конечноyes давайте возьмем их конечно дадам давайте возьмем любой сфере ислама возьмете ученые ислама у них были ев besame скажем и возьмите любого и мум азам или любой любую у них были наставники конечно были У всех был первый. Согласны? У каждого героя независимое направление, у него есть наставник. Давайте возьмем восточный единоборств. Давайте возьмем, скажем, политика. Давайте возьмем в любой сфере жизни. Спортсменов берите, чемпионов. Я не говорю обычный спортсмен, я говорю чемпиона. Есть спортсмен, есть чемпион. Правильно? В любой сфере. Давайте возьмем любой. У Мархаёма у него был? Конечно был. То есть получается, что в любой сфере жизни у каждого героя есть наставники. Нужен наставник. Иначе человек не успеет. Ты остаешься срой. Ты не успеваешь усваивать. А так много в этом мире хорошего, что словами не передают. Так, об этом Джо Кэмпл, по-моему, написал книгу. Джейм Кэмпл, да. Бесконечный путь героя, да. По-моему, так называется он. У него много книг. У него много книг. Ну, в общем-то, сценарий каждого героя в жизни одинаковый. Как вы сказали. Да, да, да. Хорошо. Если вы не против, давайте чуть вернемся к мышлению. Хорошо. Хорошо, вот люди могут задавать вопросы, вот, хорошо, мы изменили свое мышление. Хорошо, мы сейчас не смотрим с точки зрения проблемы, а с точки зрения успеха. Возможно. Теперь что делать? Если они вот говорят, что дальше делать, куда идти? Очень правильно. Как мышление меняется, надо искать уже развивать способности. То есть мышление поменял, он понял, что, а, это можно, а, это надо делать. Тут же надо фокусироваться на развитии способности. Это что значит? Найти наставника? Да. Сразу найти наставника. Это очень важно. Сразу надо искать в том сфере, где хочешь быть успешным, того, кто уже это делает. И видеть, как он это делает. И спрашивать, быть партнером. Я говорю, четыре способа, как найти наставника. Четыре способа, как найти наставника. Первый. Просто иди работай у него. Просто иди работай у него. Просто помощником, водителем, не знаю, грузчиком. Не важно, кто. Работай у него. И каждый вечер пиши, как он образ жизни ведет. Как он делает, что он делает. Каждый. Посмотри, как он переговоры ведет. Как он бизнес строит. Как он делает. Второй вещь. Стань его партнером. Если можешь. Это самая крутая вещь. Стань его партнером, он тебе все научит. Третья вещь. Попроси у него на индивидуальные ученики, скажи, возьмите меня на ученики, руководите мне, дайте мне задание, я готов делать, я хочу быть вам полезным. Потому что обычно такие люди очень заняты, к ним огромное количество людей обращается, они не могут уделять время всем подряд, поэтому они составляют себе барьеры. Разные виды, виды либо платные, либо виды там какое-то задание, где он говорит, иди делай сначала так, или говорит, места нет, или говорит, любой мастер он такой. Ни один мастер сразу не берется за всех подряд, потому что любопытных людей, которые головные боли, их вот так хватает, а вот те, которые борются за свою жизнь, из десяти один. Поэтому мастер никогда не хочет тратить свое время на того, который не ценит его жизнь, потому что жизнь, она ограничена, его нельзя отдавать всем подряд. Поэтому мастера хотят вкладывать в свою жизнь только тому, кто того стоит и от кого можно лепить героя, от кого можно лепить героя. Потому что, вы представляете, мастер тебе дает то, что ты никогда не вернешь. Я иногда своим ученикам говорю, пресси деньги, деньги отдам, проси имущество, отдам, но мое время не забирай. Это потому что я его даже восстановить не могу. Я сам даже не могу его восстановить. Я ученикам говорю, я тебе даю сейчас то, что ты никогда не вернешь. Если я вижу, что ты безразлично относишься к этому, это будет мне страшно больно. Мне очень будет больно. Пожалуйста, если я тебе пару часов выделил время, иди делай. Я не понимаю учеников, которые вовремя не делают или задание даешь, ходят думать, потом делаю. Я таких вообще не понимаю. Поэтому, третий способ, надо попросить на ученики, возьмите меня как ученика, руководите мне. А четвертый способ, если нет такого человека вокруг, тогда надо начинать их книги читать. Их книги, биографии. Через их книги можно получать их мысли, через их книги можно получать их наставления. Это как минимум четыре способа. А сейчас, слава Богу, вот смотрите, YouTube появился, Instagram появился. Да это великолепное время. Знаю, в 2000-х годах этих вещей не было, когда я начинал. А сейчас такие возможности. Времен, когда, например, как вы говорите, Нахшбанд изучали, или там Албухаре изучал. В те времена, если бы был интернет, ого-го, эти люди, наверное, вообще кем стали? Вы согласны со мной? В те времена, через какой труд они прошли, чтобы учиться. А сейчас что? Сейчас намного проще. Намного легче сейчас. Я когда-то прочитал, что у Ахмада Ясадавия учились около 100 тысяч учеников. В те времена. Моша Аллах. Моша Аллах. Моша Аллах. Вот она величие. Вот она великий человек. Моша Аллах. Да, вы очень... Я согласен с вами, что вот... Деньги найдутся, Но в последнее время мы не сможем вот поздравить. Вот. Вот, Сайдмурат Раке. Мне... Для меня очень интересно, вот, какие у вас жизненные принципы? Мои жизненные принципы, это очень важно. У меня есть определенные жизненные ценности. Я их так называю. Определенные жизненные ценности. И это как государство закон выпускает, вот такие законы, которые я для себя определил. Это... И я подчиняю и мне. Потому что... То есть, определенные жизненные... Я формировал в себе 114 пунктов жизненные ценности. 114 пунктов. И каждый из них для меня очень много значений имеет. Я подчиняюсь им. Например, я написал себе как партнер. Как партнер. Как... Какому правилу я буду руководить как партнер. То есть, я всегда вот так отношусь. Как партнер, я всегда буду искренним. И всегда буду сделать так, чтобы кто бы со мной наработал, он был в выигрыше. Он был в выигрыше. Это для меня важный принцип. И для меня мало значения имеет, как начинать. А важно, как я заканчиваю партнерство с этим человеком. Потому что начинается все хорошо, а заканчивается часто плохо. Поэтому для меня важный принцип, как заканчивать партнерство. Правильно заканчивать. Для меня очень важно справливо заканчивать. Чтобы чей-то хак ко мне не пришло. Я не такой человек. Вот это очень хочу соблюдать в партнерстве. То есть, законы прозрачности. Вот тебе так и написали эти сонности. Я партнер, который все делает прозрачно. Во всем сообщает через партнерство. И буду соблюдать искренность. И всегда вношу, стараться больше вклад, чем своего партнера. И главный принцип. По окончании моего партнерства, партнер должен быть в выигрыше. Например, это одна из моих ценностей, которые я себе оформил. Например, как отец. Я написал. Я такой отец. И за будущее моих детей, только я в ответе. Ни государство, ни общество, ни детский садик, ни школа, ни кто-то. За будущее моих детей, единственное, кто в ответе, это я сам. Я сам. Если мои дети открыто со мной общаются, то, что у его сердца есть, значит, как отец, я не внушал доверия моих детей. Я буду вкладывать в развитие таланта своих детей, в их поддержку. Я буду самым близким и человеком, и по душе. Я всегда буду понимать своих детей, независимо от того, в какой бы ситуации они ни попали. Жизны бывают всякие. Жизнему могут быть всякие случаи. То есть получается, что вот как отец написал такой ценност. И я это делаю. Я вкладываю в них усилия на их воспитание и так далее, и так далее. Потому что по-другому нельзя. Вот так я написал много ценностей. По отношению к деньгам, по отношению к взаимоотношению с деньгами, по отношению с моим ученикам, по отношению, как, например, как религозное, как я буду соблюдать свои правила духовности и так далее. Вот, в общем, я когда это всё как друг, я написал это всё, по отношению к своей здоровью написал. Как мне должно быть. То есть некое руководство ценностей, которые... И это помогает. Я рекомендую любому человеку написать эти вещи. Если человек пишет свои жизненные ценности и никогда не нарушает их, он более счастливый. Он действительно более счастливый. И знаете, когда ты их соблюдаешь, ты станешь более уверенным в себе. И как-то... Как-то вкус жизни другой. Например, как муж я написал так. Я никогда не буду вести тайный образ жизни. Никогда. Для меня важно, чтобы сделать свою семью счастливым. Для меня очень важно, чтобы сделать свою семью счастливым. И я вкладываю усилия, потому что самая лучшая жена — та женщина, которая доверила мне свою судьбу. Я ученикам говорю, самый лучший муж — и мужчина — тот муж, который всю свою судьбу подарил вам. служить ему. Вот эти ценности, они очень важны. Они очень важны. Я не знаю других, но они для меня очень важны. И когда эти ценности формируешь, даже в своих мыслях ты боишься... В своих мыслях даже ты боишься допустить плохое. Вот такие жизненные ценности. Их у меня 114. Спасибо. Мы все знаем, что вот многие узбеки и таджики, и вот киргизы тоже. Вот народ, представители народов в Центральной Азии сейчас работают в России, в Южной Корее, возможно, в Европе или в Америке. Я считаю, что им сейчас нелегко. Да. Не всем вот легко найдется вот работа, вот я не думаю, что у них очень большая вот зарплата и они вот стараются выживать и строить хорошее будущее своих вот детей. Да. Вот есть кейсы, что вот некоторые из них склонны сейчас суициду. Сейчас они, по-моему, готовы вот некоторые из них. не знаю, вот у вас тоже по-моему, были вот такие случаи, вот если вы когда-то вот хотели убить себя из-за небольших долгов, по-моему, вот за по-моему, вот есть человек, у него вот тысячи долларов, он не смог позволить себе найти эту сумму, а у вас, я думаю, вот кризис гораздо больше, вот более вот трех миллионов долларов. Во что вы верили, как вы выживали, как выбрались от этого кризиса, и как, что вы посоветствуете вот людям, которые сейчас находятся в вашей вот ситуации? Я был в долгах около трех миллионов долларов, и это было 174 человека, и четырех банков, получается, что на меня давили все подряд, рикотеры, финполиция, кембе, СМБ, Казахстане кембе, Кыргызстане СМБ, на меня давили все подряд, люди, и так далее, я не мог платить около минимум полгода, а так некоторым ребятам полтора года зарплаты не мог платить, некоторыми офисами 3-4 месяца не мог платить, они были зли на меня, в общем, это все начинает тебе так сильно давить, я тоже думал о самоубийстве однажды, один раз я думал, я один раз думал, потому что слишком, это приводит тебя на максимальное расстройство нерва, у меня были все симптомы высочайший уровень депрессии, у меня появилось лицо, неврит лицевого нерва, у меня один глаз начали дергаться вот так, вот так стою, вот так постоянно дергаться, челюсть начали вот так, были такой, я начну еду поднимать, руки трясутся, и это все пережил, это пережил, нервы начали сдаваться полностью, я начал такой память начать подряд, вот, был момент, помню вот о чем-то вот, я начал думать о самоубийстве, это правда, я думал о самоубийстве, но я помню окно открыто, думал, как-то не будет, ладно, бог со всеми этими ситуациями, так сложилась теперь жизнь, и думал, потому что на базе вот этот фон, вот этот сильный фон, вот это давление, я думал, ладно, наверное, я закончу сеть, наверное, вот, закончу и так далее, я помню, окно открыли, хотели уже пойти к самобийствам, и вдруг моя дочка держала меня за ноги, прямо дочка, откуда-то держала, вот это собак, для собак, причина, я смотрю на нее и думаю, если я сейчас умру, все долги придут моим детям, я тогда понял, что от долгов не в этом мире и не в том мире нету спасения, единственный способ, их надо вернуть, вот, я не хотел своих детей оставить в долгах, я просто посмотрел на них, и мне было очень больно, и я тогда принял решение, что когда-нибудь я все равно это все верну, поэтому люди, которые сейчас в это положение, бывают долги, сложности, дума, да, суицид, так далее, я хочу вам сказать, вот что, не в этом мире, и не в том мире, у вас не будут, вы не освобождайтесь от долгов, от них нету спасения, единственная вещь, спасти себя от них, надо их оплатить, так что, просто лучше научиться зарабатывать, и гордо жить, я в тот момент был недоволен, что в моей жизни так произошло, но я сейчас так благодарю Аллаха каждый день за то, что я был в долгах, долги-то закончились, а у меня-то осталось, долги-то закончились, бизнес-то остались, благодаря этой сложной дороге, я стал тем, кто я есть, если это кусок моей жизни выразит, выкинут, ну тогда я не буду тем, кто я есть, я хочу сказать, что, когда мы просим, говорим Всевышний, помоги мне стать счастливым или помоги мне быть успешным, Аллах выбирает определенный путь для нас, у него есть свой план для нас, но он знает, что конца пути кем ты станешь, но здесь мы недовольны, в одном суре Коране я прочитал, было написано так, ты можешь быть недоволен от того, что тебе предназначен, но это тебе идет на пользу, от того, что ты рад, может быть тебе навред, откуда тебе знать, понимаете, видите, я слов до слов перевод рассказал вам, вы внимание обратите, действительно так и есть, ты можешь быть недоволен от того, что тебе предназначен, но это тебе идет на пользу, от того, что может быть тебе навред, откуда тебе знать, поэтому вот это путь, который Всевышний выбирает человеку, она ведет человека куда-то, поэтому я сейчас, когда отглядываю назад, если меня Аллах дает возможность повторно прожить свою жизнь, я снова выберу именно эту жизнь, в которой живу, хоть она болезненная, хоть она тернистая, хоть она через унижение, страдания и так далее, я выберу эту жизнь, потому что она счастливая, она классная, и я очень благодарю Аллаха за то, что мне подарил такую судьбу, поэтому унижение, будет столько месяцев пост, и оставься тем, кто я есть сейчас конечно нет поэтому это очень важно понять это раскрыли у меня то скрыть талант тот грант моим мощь внутренний талант который по-другому не раскрывался бы она по-другому не раскрывался бы поэтому жизнь по отношению каждому человека очень справлива это мы думаем по-другому на самом деле жизнь очень справлива очень справлива если дальний момент у кого-то нету денег значит данный момент ему они не нужны если у кого-то дальний момент болезнь и значит ему так и надо вы понимаете это он должен пройти он должен пройти через это потому что для каждого свой план после это путь который я прошел я никого не жалею если вижу что кто-то такой я от чистого сердца с любовью помогаю сколько могу сколько мог но никогда не жалею потому что я не имею права судить пути всевышнего это нельзя если он этого человека в этой ситуации держит значит этот человек должен созревать всевышний знать почему его держит в этом положении понимаете все вечно точно знать почему он должен через это пройти а мы мешаем его я не хочу его нож у таскать я не хочу его крест таска пусть он сам осознает через это понимаете надо поддерживать Поддерживать, надо обучать, надо помогать, но никогда не жалеть. Никогда не жалеть. Жалеть не изменяет людей. Надо уважать людей. Но поддерживать их, вдохновлять, чтобы они научились, чтобы они менялись. Жизнь – это школа. Это не просто так дышать, кушать, ходить. Нет, это школа. Это школа мудрости, это школа духовности. Жизнь – самая лучшая школа. Воспитывать конкретно, доходчиво, болезненно, но доходчиво. Я не видел ни одного человека, который прогулял хотя бы один урок. Очень красиво объяснили. Спасибо. Так что, кто хочет по убийству заниматься, он должен быть благодарен жизни. Он не должен такого даже допускать, мысль даже. Он должен, наоборот, принимать судьбу. Когда принимаешь жизнь, ты растешь духовно. Когда принимаешь ситуацию, ты созреваешь для его решения. Вот, по-моему, проблема в том, что мы просим у Аллаха то, что нам нравится. А он посылает то, что нужно. Да, да, так и есть. Есть желание человека, есть желание Всевышнего. Да. Если человек делает то, что хочет Всевышний, Всевышний всегда самый лучший для человека. Да, да, да. Понимаете? Поэтому в своих молитвах надо просить, что Аллах, не дай мне то, что я прошу, а дай мне то, что реально нужно. А то, что реально мне необходимо. Дай то, что я могу пользоваться. Дай столько денег, чтобы я мог бы управлять им. Не надо давать мне больше. Дай мне здоровья, чтобы она была вот так. Понимаете? Все надо. Дай мне столько детей, чтобы эти дети были правильные дети. Дай мне столько детей, чтобы они могли стать моей гордостью. Чтобы я мог восхищаться. Не надо мне давать кучу детей, которые потом они станут горы для меня. Не надо этого. Вот дай мне столько, столько ты читаешь нужным. И во всем надо просить именно так, как должно быть. Да. Вот, заключение. Вот всегда Все вещи вот закончатся хорошо. Если не хорошо, тогда это еще не конец. Да. Да. Вот, сайт Братаке, мы вот поговорили с вами о вашей прошлой жизни. До этого. До сих пор. Я хочу узнать, вот какие у вас планы на будущее. Вот у людей, кто учились у вас, они вот шикарно рассказывали о ваших планах. О сажении вот деревьев и вот некоторые вот инвестиционных проектов о ваших, они рассказали. Я просто в шоке. Можете вот раскрыть немножко о ваших планах? Я расписал всю свою жизнь на 100 лет. Она у меня расписана. Два раза приписали его. Мне было 15 лет, я написал его на 100 лет. В 7 классе был. И мне было 33 года, 33 года, когда прочитал это все. Я это все в селе оставил, как-то забыл все. Когда было 33 года, я почитал, я был удивлен, что все то, что написал за 100 лет, почти больше половины из них, может быть, даже 70-80% моей жизни уже было. Я тогда понял, как это работает. Как работает это планирование, поставка плана, цели, стратегии. Как это работает? Я тогда начал заново писать. Я написал огромное количество целей за 100 лет. Сейчас я делаю их. Вот что я вам скажу. Я вам расскажу лучше, что я хочу оставить после себя. И вы сразу поймете. Я считаю, что цель за пределем жизни. То есть, цель после жизни. У нас должна быть цель после жизни. Мы человек, что-то хорошее надо оставить. Я хочу оставить. Я написал себе, у меня они написаны по пунктам. Ход во сне, мне кто-то разбудит, я знаю, на что буду тратить свою жизнь. Ход во сне. Потому что, как алфавит, я их знаю. Потому что я много раз это думал, отточил, писал. Я хочу оставить после себя. 100 учеников-миллионер, это минимум. Хочу оставить после себя хотя бы 10 школ. Хочу оставить после себя 100 дом знаний. Хонэй Дон, сейчас сейчас 2 только построю. Дом знаний. Хочу оставить после себя 50 книг. Сейчас их 2. Хочу оставить после себя 2 фильма. Один фильм сейчас вот идет. Один миллион. Скоро сериал на него выходит. Путь наставника и так далее. Очень хороший фильм. Он очень классный. Кстати, 21 октября будут ташкенты-примеры. И приглашаю вас, уважаемые жители Узбекистана, приходите к нам на примеры. Как раз в этом фильме вы видите решение. Куча всей проблемы, долги, трудности, проблемы и так далее. Вы видите, как это все выйдет из этого. Это больше, чем фильм. Это все основано на реальных событиях и так далее. 21 октября буду ждать вас в ташкенте. Что еще? Дальше. Я хочу оставить миллион дерева после себя. Я сажаю, сажаю, и сажаю, и сажаю. Миллион дерева хочу оставить. Еще я хочу, чтобы с помощью Аллаха оставить после себя хотя бы 10 гидроэлектрических станций. Потому что для моего народа оно очень важно. Оно очень нужно. Необходимо оно. Я хочу оставить после себя 2 музыкальные альбома. У меня голос хороший. Терпеть можно. Раньше студентом был музыкальный академий, потом бросил. Я считаю, что любой талант человек обязан реализовать. Это важная вещь. Я хочу построить хотя бы десятки мечетов. Две мечеты построил в дальний момент. Но все участвовали с моими партнерами. Вкладывал с ними. Хотя бы 10 мечетов хочу построить. Я хочу, чтобы это сделать. Они после меня должны оставаться. Понимаете? А вот над этим я вкладываю усилия. Чтобы вот это все вкладывать, развиваться, работать, зарабатывать. Хочу из Таджикистана обучать 100 кадров за границей. 100 хороших талантливых ребят. Хочу, чтобы вкладывать в их образование. Обучать их за границей. Хочу оставить после себя хороший благотворительный фонд. Я сейчас его регистрирую как раз. Идет дальний момент. Сегодня подписал документ на его регистрацию, кстати. Называется «Источник надежды». Вот так и называется. Чешмэмэмэн. На русском «Источник надежды». И вот над этими работаю. Вот этим занимаюсь. Эти вещи... Хочу оставить 15 детей после себя. Их у меня 9 пока. Не знаю. Аллах даст, у меня будет. Не будет. Буду усновить, удочерить. 15 детей хочу оставить. В намерении дела Аллаху попросили, чтобы Аллах помоги мне так. Хочу оставить, чтобы у меня был холдинг, который от 100 компаний доля имеет, либо владеть 100 различными компаниями. Тогда, когда будут 100 разных направлений различные, он будет работать. Над этим все у меня стратегии, как это все добиться. Как это все делать, до какого года, что делать, как дойти и так далее. Это все мне вдохновляет. Хотя некоторые люди говорят, что они не говорят о своих планах, не говорят о своих целах. А вы знаете, у меня наоборот работает. Как-то по-другому. Не знаю, как-то так. Я иногда говорю о своих планах. А потом, таким образом, я зажигаю мосты за собой. То есть, у меня не остается выбора. Мне придется это делать. Просто мне придется это делать. Почему? Потому что иногда мне ученики напоминают наставник. Как у вас там цель, как идет? Или кто-то, мои слушатели, я помню, я написал книгу, мой гениальный ребенок, только название писал. Я помню до сих пор. Название писал. Мне журналисты спросили, интервью давал, в Казахстане был, по-моему, или Кыргызстане. И мне журналист спрашивает, на какой книге вы сейчас работаете? Я говорю, я сейчас начал работать на книгу «Мой гениальный ребенок». Проходит через месяц, другой журналист мне спрашивает, как работает на книгу «Мой гениальный ребенок». Я думал, ё-моё, я создал себе теперь внешний контрол, который меня контролирует. И я вынужден был книгу закончить до конца года. Понимаете? Эти вещи, не знаю других как, но она меня дисциплинирует высоко. Очень высоко. Я же не могу сказать что-то, бросать слова на ветре, ходить. Мои ученики мне напоминают об этом. Они говорят, наставник, как там у вас делается это? Как там? Когда я кино начинал, я от этого узнаю вот это кино. Я 14-15 год, несколько раз разные люди мне предлагали снимать мою историю кино. Я им сказал, попозже, попозже. А потом я людям говорю, скоро буду снимать кино. Да это стало для меня уже обязательство. Понимаете? Как это моральное обязательство. Надо было это делать. Я напрягаюсь, но я делаю. Но зато классно. Когда ты это делаешь, это результат. Это вдохновляет, это так радует. Это мне очень нравится. Так надо делать. Ну не знаю, некоторые люди, многие люди рекомендуют, не говори никому о своих планах. и так далее. Я не знаю, я планирую, а потом иногда себе создаю внешний контроль. Внешний контроль, и тебе назад дорога нет. Вот что. Я знаю, что вот сейчас, почему я сейчас озвучивал, что хочу оставить после себя? Потому что мы праздник. Прошу я у вас. Три вещи. Три вещи, да. Первый. Многие кто нас слышит, сейчас нас слышит 2300 человек. 2300 человек. Каждый из них задумается, что буду доставить после себя. Это здорово. Поверьте, это очень здорово. Это первое. Это первое в том, что я хочу быть причиной благородный успех других людей. Жизнь нельзя просто так прожить. Работать ради дома, чтобы построить там дом, жить такой. Нет. Понимаете, Криса тоже дом строит. Обычный Криса тоже дом строит. Согласны? Да, да, обычно, да. Петиция. Петиция тоже дом строит. Не въема строит. Там обычно так. Тогда человек, который всю свою жизнь тратит на такие вещи, это же не все же. Это не ради этого мы родились. Да, да, мы же. Поэтому после человека должно остаться что-то хорошее, что-то полезное. Вот причина, почему я об этом рассказал. Второе. Я себе очередной раз создал внешний контроль. Очередной раз. Свидетель. Представьте, 2300 человек. Вы представляете, какой контроль внешний для меня? Представьте, это 4600 глаз и уши слышат меня сейчас, и они все будут смотреть на меня хоть в течение 5 лет, 10 лет, 20 лет, всегда. Он сделал? Он сделал? Он сделал? Продолжение следует... 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 И у нас будет отличная беседа, и сегодня моя мечта сбилась, свершилась. И в конце своего эфира я хочу сказать эпиграф книги Алхимка Паула Койли. Если вы хотите что-то очень сильное, тогда вся Вселенная вам помогает достичь этого. Я желаю всем крепкого здоровья. Дай Бог, офиат, сакинат, благополучие, барака. Такие слова не переводятся, поэтому я высказался на узбекском. Иншаллах, это у нас была первая беседа. Я надеюсь, это не последняя. Мы, иншаллах, приведем еще отличную беседу. Аллах насыпется, иншаллах. Спасибо всем. Сырлах насыпется, иншаллах. Аллах насыпется. Аллах насыпется.